Здравствуйте! Вы смотрите «Вопрос по делу». И сегодня у нас в гостях Александр Водяник, член Общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации города. Здравствуйте! Здравствуйте! В очередной раз поднимается вопрос о состоянии зон отдыха в Ростове, в частности Зеленого острова. Почему территория не убирается должным образом и кто несет за это ответственность? Ответ на этот вопрос весьма простой. Первое. Зеленый остров – это территория, на которой имеются две группы собственников. Первое – это те, кто имеет там базы отдыха. И второе – это муниципалитет, то бишь в лице администрации пролетарского района. Понятно, что у обоих собственников есть проблемы на этот счет. Почему? Потому что одни убирают только свою территорию, своих баз, а у пролетарской администрации просто-напросто не хватает бюджета, если он вообще есть, на проведение таких работ. Поэтому, собственно говоря, состояние Зеленого острова у нас на протяжении уже десятилетий остается в том виде, в котором оно есть. Но и будет оставаться. Вы неоднократно озвучивали предложение отдать Зеленый остров в концессию общественникам. Что это значит и чем концессионное соглашение отличается от обычной аренды? Я об этом говорил еще в 2012 году на областном семинаре по благоустройству. И вопрос касался не только Зеленого острова, а вообще всех наших городских лесов. Их по 3440 гектаров. Проблема, которую вы озвучили, по Зеленому острову, она относится ко всем городским лесам. Поэтому необходимо идти по тому пути, который давно уже испытан у нас и в России, и за рубежом. Это передача участков, отдельных участков под создание общественных парков. Именно по формату концессии, не по формату аренды, как наставит сегодня наша ДИЗО. В этом отношении очень важно иметь в виду, что передача в концессию кому, концессионеру, в какой форме, если бизнесу, то необходимо бизнесу объяснить. То есть подготовить для него определенный бизнес-план, который соответствует сервитутам, ограничениям, которые действуют на той или иной территории. И которые отвечают запросам населения, которые привыкли там отдыхать, или которые хотели бы там отдыхать. Поэтому здесь есть два варианта. Первое. Заниматься обучением бизнеса, который хочет заходить на эти территории, на подобные территории, и развивать там бизнес. Либо участвовать в месте общественной организации, которая заинтересована, которая будет выступать неким лимитирующим фактором, или, скажем так, направителем, скажем так, той деятельности, которую бизнес там может вести. Понятно. Почему в концессию именно общественникам, а не бизнесменам, как, например, в случае с ростовскими парками? Ситуация с ростовскими парками, она, честно говоря, мне не совсем понятна. Дело в том, что проблемы с бюджетом, с городским бюджетом, она действительно есть. Это не прерогатива Ростова. Необходимо минимизировать затраты бюджета на содержание подобных территорий. Следовательно, это можно сделать с помощью концессии, но при этом должна быть и экономика. Причем экономика достаточна для того, чтобы компенсировать те затраты, которые внесет либо бюджет, либо бизнес. На это и направлено, собственно говоря, такое направление экономической экономики, как позитивная экономика, либо, значит, называться экономика впечатлений. Вот, по существу, по большому счету, в настоящее время наш ростовский бизнес, он пока не знает, чем заниматься, кроме, как, ну, общепит стандартный, или, ну, там еще две формы есть, это типа сауна, типа стоянка. А еще отели могут построить. А как развивать парковую территорию в соответствии с парковой экономикой, у нас, к сожалению, этого не знают. Ну, могу только сказать, что только Василий Васильевич Высоков об этом знает, но он об этом уже года три говорит, пока его не слышит. А что сейчас происходит с Кумжинской рощей? Удалось ли там навести порядок? Нет. Происходит то же самое, что на Зеленом острове. То есть, та же сама ситуация, только собственник выступает, в роли собственника выступает управление благоустройства городских лесов, у которых тоже денег заложено только на, по-моему, несколько раз, кратность, 5 или 6 раз убрать мусор, взрести мусор, вывести, ну, вывести сушняк, и все. Опять-таки, все зависит от того, что там делать. Когда на круглом столе в агентстве МедиАЗ прозвучала уже набившая оскомину фраза, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят, то эта фраза давно себя уже изжила. Чисто, прежде всего, там, где ведется какая-то деятельность. То есть, опять-таки, мы возвращаемся к позитивной экономике, опять мы говорим к экономике парковых пространств. Чем, собственно говоря, должна заниматься, ну, скажем так, определенная городская структура. У нас пока такой структуры нет. В Ростове много общественных организаций и движений, которые занимаются вопросами экологии, чистоты города. Какими полномочиями их нужно наделить, чтобы ребята могли реально влиять на ситуацию, как вы думаете? Да, организаций много, но, как правило, все они занимаются акциями, то есть разовыми мероприятиями, которые занимают, ну, максимум, 2-3 дня. Что будет впоследствии с тем объектом, которым они работают, если же вопросов не возникает. Поэтому, в первую же очередь, собственно говоря, к чему мы и пришли на круглом столе, необходимо обучать, рассказывать, показывать, причем не просто показывать на пальцах, или провести там тренинги, семинары. Это должна быть прерогатива вот тех самых трех организаций, которые у нас занимаются этими зонами. То есть, это департамент ЖКХ, это управление городских лесов и благоустройство, это комитет по охране природы. Они должны при передаче в концессию уже разрабатывать бизнес-план, в который записано, какая деятельность будет вестись, и должна вестись даже, сколько она будет стоить, то есть, какой бизнес ее оборот, скажем так, и какие участники там должны быть задействованы. Потому что есть ряд деятельностей, которые может реально и эффективно исполнять только общественная организация, которая тоже должна быть к этому готова. Но, к сожалению, пока этого тоже нет. Александр, а что нужно сделать, чтобы три этих организации работали согласованно? Практически опыт подобной реструктуризации он имеется в городах России. Это достаточно несложная процедура. Первое – это выделение на базе штатного расписания всех трех организаций никого, ну, есть несколько названий. Первое – это департамент городской среды, это Краснодар. Это департамент дизайна городской среды, это Сочи. Это и есть центр прикладного робо-одинистики Новосибирск. Все это формат муниципального бюджетного учреждения, которое берет на себя, выполняя всех тех функций, про которые я уже сказал, которые у нас не выполняются. По существу это решает многие вопросы, если не сказать все. Потому что тогда действительно городская среда, не отдельные объекты зрения города, а городская среда получает ответственного хозяина с участием, с массовым участием, квалифицированной общественности и, скажем так, нашего населения. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Напомню, у нас в гостях был Александр Водяник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова